Дай почитать. Екатерина Рождественская, фотохудожник, кстати, ее выставки были и у нас в Кирове, дочь прекрасного советского поэта Роберта Рождественского. Она описывает новый свой адрес, Кутузовский, 17, и своих родных, замечательных про бабушку Полю и бабушку Лиду. Она пишет про их друзей Федора Степановича и врача Еву, про светливые женские будни и прекрасные праздники, про разные рецепты, житейские мелочи, в общем, про все, что составляет нашу жизнь. Разумеется, нам хочется побольше узнать про родителей выдающегося советского поэта, телеведущего и переводчика Роберта Ивановича Рождественского и его жену, литературного критика и художника Аллу Кирееву. В книге их дочери Екатерины они будут, но реже, чем нам бы хотелось. И все же у нас останется впечатление от этих людей, смелых, молодых, талантливых шестидесятников. Девочка Катя – центральный персонаж балкона на Кутузовском. Она умна, наблюдательна, внимательна к мелочам. Это особенно ценно и трогательно. Она помнит то счастливое время, когда залы, где слушают люди стихи, переполнены. Она дочь того, кто написал удивительно максималистическое стихотворение «Человеку мало надо, лишь бы кто-то дома ждал». Он центр вселенной таких женщин, как теща, жена, дочь. Его дом – это веселое интеллектуальное место, где собираются талантливые и внутренне свободные люди, где кормят до отвала. Автор зачем-то изменяет фамилию, Крещенский, совсем теряешься в загадках. Зачем? Тем более на фотографиях хорошо известные лица. Люди советского времени найдут в этой книге много понятного, ностальгического и горького. Молодое поколение возможно удивиться проблемам с предметами первой необходимости. Для меня не очень увлекающейся такой литературой интересны ощущения времени, жизнь поэта Роберта Рождественского изнутри, возможность посмотреть на великого человека, как на обычного. Да, будут те, кто в том советском найдут жуткий дефицит, похохочут и поиздеваются, при этом ничего не создав и даже не подумав, что сегодня самому талантливому поэту никто не даст бесплатно квартиру в Москве, дачу и огромные тиражи стихотворных сборников 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!